Здравствуйте, дорогие мои зрители. Добро пожаловать на канал Моника Шпильд, и мы с вами продолжаем нашлась в плейпасе Sims 3 Севейка Вагнер, Хидден Спрингс, и наши тут дорогие брат и сестра, посмотрите, какие у нее глазки прикольные, решили, может быть, пообщаться? Да, давай скажи ему пару приятных слов. Просить прощения. Вот, давайте попросим прощения за то, что мы всю ночь где-то были. Штефан на нее наорал в прошлой серии, и она... Да, из-за этого в плохом настроении. Вы посмотрите, два мотлета пропало сразу. Ура! Эх, ну ладно, я вижу, ты искренне раскаиваешься. Впредь веди себя хорошо. Ксавер у нас сейчас в магазине Снайка покупает книжки. Ему нужна механика для работы. Но также я ему куплю логику и изобретение. И давайте их тут же почитаем. Я хочу, чтобы он посидел на скамеечке у магазина. Здесь скамеечки есть. Такие классные. Посмотрите, тут даже афиша такая. По телефону там Сима разговаривает. Давайте сядем сюда и почитаем книжку по механике. Потому что он у нас почитал первый том. И игра мне сказала, что он повысил свой уровень настолько, что первый том ему уже не интересен. Сейчас я смотрю на карьеру. Ему нужна механика повысить до максимального уровня, чтобы он у нас мог повыситься по работе. И, я не знаю, просто прибыть, наверное, вовремя на рабочее место. И хорошо поработать ему надо. Посмотрите, какой классный вообще. Симстре обожаю, ребята. Такое разнообразие. Открытый мир. Вообще, такая красота. Очень здорово. Мы сейчас вернемся с вами к Лео. И я вам немножечко расскажу, что я тут сделала. По совету Анечке. Спасибо тебе большое. Она мне написала, что в настройках можно поменять возраст подростка до нуля. Сделать ему возраст. И она повзрослеет как бы в тот же день. Я посмотрела в настройках и поняла, что я хочу, чтобы она немножечко еще побыла подростком один день. Поэтому я поменяла с 14 дней, вот со стандартных, до 6 дней. И поэтому ей теперь осталось, до взросления остался один день. И я так подумала, что пусть будет такая история, что у Ванессы были тяжелые роды. И она родила Штефана сразу же. А потом целые сутки там мучилась. И кое-как потом родила Клео. Да, Клеопатра таким трудным ребенком выросла у нас как будто бы. Вот, и поэтому такая она капризная, вот, и постоянно хочет доказать свое, что она такая слабенькая, типа, пожалейте меня. Кстати, она может попросить у нее тоже прощения? Технофоб, нервная. Она у нас еще нервная. Поговорите конспирации. Вот, и ее характер полностью соответствует моей о ней истории, что очень-очень замечательно. И еще, ребята, у нас тут есть вот такая кухонька. Здесь можно сварить варенье. Сейчас я у бабушки Клары переложу в эту, не знаю, кухню. Так, а, уже можно варить варенье, хорошо. Либо приготовить соленье можно. Но я думаю, что из винограда, наверное, лучше сделать варенье, а не соленье. Так. А, ой, подождите. Ладно, потом сваришь. У нашего же Штефана выпускной. Нам же в прошлой серии написали, что приходите в ратушу, и там будет какой-то выпускной. Вот, ребята, я никогда такого в Sims 3 не видела. Как бы, не знаю, то ли у меня какого-то дополнения не было, я не помню. Но про выпускной вечер я вообще не помню, не знаю. Не интересовалась. Вот, и сейчас мне интересно будет посмотреть, как это происходит. Они все прибыли в своих официальных нарядах. Хельга идет, кстати, тоже поздравить, видимо. И мне Азечка написала, что, возможно, у Хельги родится ребенок с ее цветом волос. Меня это очень заинтересовало, заинтриговало, и я хочу на это, ребята, посмотреть. Потому что в Sims 4 у нас нельзя рожать детей с разным цветом волос. Там только стандартные, натуральные, естественные оттенки. Вот, и, ну, младенцы рождаются лысые совсем, конечно. И там вообще ничего не понятно. Ну что, Штефан? Так, Ксавер оттуда вышел зачем-то. Или он зашел туда, не знаю. Арнольд такой классный. Он мне так нравится. Офигеть. Так, Ксавер, ты куда? Отправиться домой. Давайте посмотрим, какой у него навык механики. Садоводство у него повысилось. Отлично. Механика до восьмого уровня. Замечательно. Значит, нашему Ксаверу нужно купить, видимо, третью книжку. Такой классный. Выходят, выходят. Ура! Поздравляем. Штефан становится выпускником. Общественная средняя школа позади. Результат – хороший диплом. Так. Его ждет большое будущее. Отлично. Так, все наши его поздравляют, наверное. Или как? Все, что ли? И церемония прошла? А как же кидание этой шапки подкидывания? Такая бабушка Клара вообще официальная. Не, подожди, это... Ой, это же его... Подождите, это же его подружка. Рена Смифокс, точно. Классная. Классная. Джей Флауэр. Да, Джей Флауэр, кстати, тоже отец. Я не помню, как ее зовут. Так, Брайан Маккензи тоже окончил. Значит, он тоже взрослый персонаж. Ну, молодой, то есть. И Клио может с ним флиртовать и делать всякие романтические действия только после того, как она станет у нас молодым персонажем, ребята. Сейчас она этого делать не сможет, наверное. Я не знаю, в Sims 3 возможно это или нет между подростком и взрослым. Любовное отношение. Но так она мне напоминает Майли Сайрус. Я прям не могу. Прям реально. Такая прикольная получилась. Обожаю просто мою Клио. И давайте мы, не знаю, сделаем пока с ней какие-нибудь пакости. Вот можно было зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Мне об этом еще Паша писал очень давно. Но я об этом Паша забыла, вот честно. И совсем запамятовала. Хотя надо было, наверное. Ну, ничего, ладно. Она у нас станет молодым персонажем. И мы ее устроим архитектурным дизайнером. Штефан тут, по-моему, сразу начал читать, не знаю что, попросить присоединиться к разговору. А мы можем попросить помощи в обучении вождению. Давайте. Рихард получает приглашение на вечеринку, которую устраивает Катарина в Вандербург. Это Катарина вообще влюбилась, что ли, в нашего дедушку Рихарда? Я не знаю. Так, это у нас Женни Дюма. Мне, кстати, Женни Дюма тоже очень нравится. Приветствовать все дружески. Давайте пусть он с ней познакомится. Я просто не помню, знакомился он с ней или нет. Вот с Рене с Мифоксом вроде бы знакомился. Я помню, они там в парке общались. А вот с Женни... Не знаю. Это, кстати, бабушка Райана. Это симка, которую я сама создала. Вот эта бабулька. Она такая прикольная мне получилась. Она мне так понравилась. Такая грозная, вообще строгая бабулька. По задумкам. Они же учат вождению. Поэтому они убежали. И у нас рождение ребенка. Хельга легче перенесет роды дома или в больнице. Так. Ребята, я разрываюсь между двумя событиями. Это то, как учатся водить у нас Клио. Вы посмотрите, как... Смехатрон какой. Газ, тормоз, газ, тормоз, давай. Когда я тоже училась вождению, у нас инструктор вообще играл на наших нервах. Такой, стоп, нажимай на газ, на тормоз. Что ты делаешь? Вообще, ты видишь, там двойная сплошная. Ты куда едешь? Давай, поворотник включай. Это был сумасшедший просто инструктор. Ну вот, но в итоге мы чему-то научились. Но, правда, я машину водила очень давно. Года три назад, наверное, уже. И то только училась, но по-настоящему не водила. Потому что у нас своей машины не было. Так, ну, отправиться в больницу. Чего стоишь-то, я не пойму. Надо, что ли, за вами контролировать вас и отправлять вас в больницу вручную, что ли? Я думала, она сама поедет. Сейчас у мужа тоже есть машина, но у меня права не европейские. Поэтому переучиваться надо. А переучиваться стоит около двух тысяч евро. Поэтому я подумала, я похожу пешком. Так, это что за тачка? А, это тачка, которая была у Гельги самой, когда она к нам переехала. Машина-замарашка называется. Очень круто. Но, правда, у них с Ксавером вроде бы хватает, наверное, денег. Я не знаю. И, может, будет достаточно для того, чтобы купить какую-нибудь офигенскую тачку. Вот, как, например, вот эту. Ой, вы посмотрите, какие виды. Как круто. Су. Клеопатра чувствует себя, по-моему, не очень. Так. И хочет спать. Что у тебя? Стресс. Клеопатра мечтает развлечься. Она мечтает развлечься, ребята. Уже который день у нее такой мудлетик. Я даже не знаю, куда нам можно пойти развлечься. Здесь есть какие-нибудь клубы или... Я не знаю, я не знаю, что. Поздравляем с рождением мальчика. Хелька неплохо переносит беременность, и все заканчивается благополучно. От рождения малыш любит дисциплину. Вторую черту характера можете выбрать сами. Как вы назовете мальчика? Ой, типа живой. Мальчик. Ребята, что-то я совсем замоталась. Я даже про имена-то и не подумала для них. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Я решила назвать мальчика Рафаэль, потому что у них был медовый месяц во Франции, как вы знаете. И они там слышали это имя много раз, и оно им понравилось. Правда, по происхождению, ребята, насколько я знаю, оно итальянское. Давайте мы примем и можем выбрать ему черту характера вторую. Прикольно. Ребят, не знаю, почему мне дали выбрать вторую черту характера, но мы никаких книг не читали для будущих родителей. Поэтому я не знаю. Но я выбрала ему Храбрый. Пусть будет тушить пожары, ловить воров и защищать всё вокруг. Потому что черту характера любит дисциплину. Это сочетается лучше всего. Потому что я хотела сначала выбрать слой, потом думаю, как она сочетается. Потом не любит природу или любит природу тоже не сочетается. Короче, ладно, выбрала Храбрый. И я так горда за моих детишек тут. Ой, сладкий ты мой ребёночек. Посмотрите, все сместились. Прикол. Прямо мои детишки тут такие уже взрослые. Так круто. Давайте вернёмся тогда домой. Так, Штефан, тоже возвращайся домой. И я хотела посмотреть, как у нас Ванесса будет... Опять это Катарина. Я не могу. Она прям дедушку Рихарда преследует. Давайте, пусть пообщаются они. Так, и Ванессе кто-то тоже. Персонаж Томас Пелуччи на свидание приглашает. Нет, Томас, мы замужние дамы, поэтому никакие свидания мы посещать не будем. Я же не посмотрела, как она делает варенье. Вот, я хочу на это посмотреть, потому что пришлось это действие отменить из-за того, что у нас Штефан пошёл... Так, где у нас дедушка Рихард? Вот, оплати счета. Штефан пошёл получать свой диплом. Итак, как это происходит? Так, она бросает туда виноградинку, целую гроздь, не почистив, не помыв. Вау! Так круто! Вообще, обожаю ребят в Sims 3, потому что там такие необычные действия, каких нет в Sims 4. Меня это очень радует. Так, ребёночек, ты у нас где? Ой, на пол, конечно же, его надо положить. Так, ну я даже не знаю, если у Рафаэля будут волосы, как у мамы, такого же цвета. Это будет очень необычный ребёнок. Штефан недоволен? Я не знаю. Давай ты у нас... Ты можешь позвонить своим подружкам? Если они у тебя есть. Что-то я у него в друзьях не вижу ни Ренесми, ни Жени, ни третью девушку. Не помню, как её зовут. Да, очень жаль. Ну что, Хелька поздравляет тебя с рождением маленького Рафаэля. Это так круто! Давайте Ванессу попросим взять его на ручки, прижать к сердцу. Я даже не знаю, это будет совершенно... Мне непонятно, кто по родству. Потому что это совсем не кровный родственник нашей Ванесси. Вот, Ксавьер и Арнольд у нас братья. И Рафаэль будет кровным племянником Арнольду. Но Ванессе он будет просто племянник, наверное. А, ребят, у нас же кроватки, по-моему, нет. Поэтому его положить некуда. Его надо же взять в тот дом. Там у нас всё для детей. И положить туда в кроватку этого маленького, миленького малыша. Несочка ты моя сладкая. Давай, Хелька возьмёт у тебя ребёнка и отправится к себе домой. И будет уже там обустраиваться. Потому что там их дом, а не здесь. Хотя здесь тоже их дом, да. Но личный их дом, конечно же, в другом месте. Ксавьер и Хелька прибыли к себе домой. И по совету Танечки, она мне сказала, что, может быть, нужно заменить окна. Но я решила не заменять, а просто их убрать на некоторое время. Потому что я не знаю, на что их заменить. И вроде бы купаются они. Вот, принимают водолечение. Я дала ему то задание, которое я давала бабушке Кларе. Которое она отказалась делать из-за того, что ей мешали окна. Вот, и Ксавьер спокойно лёг в ванную. Как бы всё нормально. Очень странно. Так что... И к этому пеленальному столику у нас есть такие действия, как выкупать малыша и сменить подгузник. Очень круто. Мы, наверное, это посмотрим уже в следующей серии, ребят. Потому что маленький Рафаэль спит. И я не хочу его будить. Такой хорошенький. Я рада, что у нас появился маленький член семьи. Ещё дополнительный, такой классный. Мы его очень долго ждали. Это у нас сыночек Ксавьера и Гельгия. Я очень рада этому. Такой сладкий ребёночек, боже мой. Ну, я буду заканчивать на этом серию, ребят. Спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам всего доброго. И до следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok